Слава нашему Господу! Сегодня на этом месте Господь говорит к нашим сердцам и через различные стихотворения, пения, через проповедь Слова Божьего. И как уже было сказано, Он хочет, чтобы этот туман в наших сердцах и умах развеялся, чтобы мы видели четко, ясно и могли встать твердо на этом пути, о котором говорил уже брат Саша Степанюк. О том новом пути, на который Бог нас поставил и желает нас видеть на нем. Да, не просто же мы стоим, но мы продвигаемся по этому пути, потому что это единственный путь в небо. Слава Господу! Я бы хотел сегодня говорить, если так можно выразиться на такую тему, как не попасть в ад. Кто-то может сказать, о чем речь. Мы спасенные люди, нам это не грозит. Друзья, пока мы еще на земле, нам всем что-то угрожает. Вы согласны, нет? Какие-то болезни, какие-то трудности, скорби, переживания. Нам всем что-то угрожает. И написано, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. И поэтому, знаете, иногда так бывает оно для нашего отрезвления, как бы сказать, Бог допускает какие-то обстоятельства, чтобы нас привести в чувство. И вот я думаю, как же назвать слово, думаю, и так можно, и так можно, и как спастись, и то, и другое. Но все-таки, как не попасть в ад, чтобы оно немножко нас держало так в тонусе, в таком нормальном христианском тонусе, как не попасть в ад. И основанием, о чем мы будем рассуждать, текст Евангелия от Луки, 16 глава, это притча о богаче и Лазаре. Все-таки придется ее зачитать, потому что мы будем, чтобы в контексте этой притчи мы могли, так скажем, не вырывать какие-то отрывки, а ссылаясь на них, видеть, что с чего началось, к чему пришло и какой посыл. Кто-то говорит, что это не притча, потому что прямого указания нет. Ну, хорошо, мы не будем ни притчей, ни притчей обозначать. Мы будем говорить, это текст Священного Писания, потому что действительно это находится в тексте Священного Писания. И вот этот отрывочек я зачитаю. 16 глава Евангелия от Луки, с 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пишет слово блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпе, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисея и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мёртвых воскрес, не поверят». И, конечно, говоря о том, что как не попасть в ад, мы подразумеваем, как нам попасть на небо, потому что другого-то не дано, другого не дано, либо туда, либо туда. И почему как не попасть в ад? Потому что здесь описан такой герой, такой персонаж, который попал в ад. И нам очень важно для себя, ну как сказать, определиться, за что он попал в ад. Как вы считаете? За то, что он был богатый. Однажды Рихард Бонке, как бы готовясь к проповеди, и говорит, я вот тут размышлял, и говорит, мне Дух Святой открыл, за что богач был, как бы сказать, помещён в ад. Ну не за богатство. Не за богатство. И нищий не за бедность был отнесён на лоно Аврааму. Ему Дух Святой там один секрет открыл. Хорошо. Ну мы в принципе тоже его будем касаться. И смотрите, хотя, говоря о богаче, мы видим образ жизни, который он вёл. был богатый, одевался, соответственно, да, соответственно одевался. Вот, дальше. Каждый день пиршествовал блистательно. Каждый день. Друзья, бывает, мы были в поездке, везде принимают хорошо. Но там, если будешь каждый день блистательно, да, там угощают хорошо, братья, сёстры, гостеприимные, то ты с собой несколько килограмм домой привезёшь, да, того, чего бы не хотел. Вот. И поэтому, как только сёстры там к поварёшке с кастрюлькой, я тут как тут. Я говорю, вот столечко. Да, вот это вот столечко. Вот. Я думаю, каждый день пишется блистательно, друзья, но оно даже скучно может быть, да, надоест. Надоест. Но мы видим, что, смотрите, человек жил на широкую ногу, да, у ворот лежал лазарь и хотел было хотя бы крошками напитаться, но, скорее всего, ему не давали, да, по крайней мере, внимания на него никто не обращал, да, и он что? Ну, согласно этому тексту, умер. Вот в таких условиях, в таком состоянии умер, да, но, знаете, оказывается, все умирают, и богатые, и бедные, и кто много ест, и кто мало ест, ну, как бы, участь всем одна. И об этом говорит здесь Слово Божие, что, в принципе, ну, все когда-то закончат свое путешествие на этой земле. И смотрите, теперь, почему же он попал в ад? Почему такая несправедливость, да, почему бедный туда, этот туда? Смотрите, находясь в муках, увидев Авраама, Лазаря, у него возникает такое желание, просьба, ему очень там плохо, и хотя бы какое-то, какое-то облегчение, снисхождение, потому что находится в муках. И здесь он обращается к Аврааму, вот, и он говорит, что это невозможно. Все. В данной реальности переходы туда, сюда, что-то поменять, это невозможно. Это уже невозможно. Вот, соответственно, тому, как ты жил, определяется, ну, твое место пребывания в вечности, да, на основании твоих дел и поступков. И вот смотрите, у него возникает тогда желание, да, прошу тебя, пошли его в дом отца моего, Лазаря, ибо у меня пять братьев, чтобы он засвидетельствовал, чтобы они не пришли в это место мучения. И Авраам сказал интересную фразу. У них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их. В принципе, все, что необходимо для спасения, находится в тексте Священного Писания. И что-то там прибавлять или убавлять, или изобретать какие-то методы для того, чтобы донести людям, чтобы они не пришли в это место мучения, нет. Я думаю, что премудрый Бог, Он такое универсальное Слово послал для людей, что оно само все совершает. Оно эту работу совершает. Ну, смотрите, и Авраам говорит этому богачу, у них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их. Он же сказал нет. И вот как раз Хрихард Бонке говорил, что мне Дух Святой обратил внимание. Он говорит, если он после смерти говорит нет, значит, он и при жизни говорил нет Аврааму. Давайте скажем Богу. Человек, который при своей жизни говорит нет Богу, он точно в таком же состоянии переходит в ад. Ну, давайте уже как бы прямо, да? Переходит в ад, который говорит нет Богу, который говорит нет Слову Божьему, который говорит нет Духу Святому, он противопоставляет что-то. и смотрите, и это как раз является причиной, причиной, что он неизмененный попал куда? В ад. В чем проблема? Проблема в том, что все согрешили и лишены славы Божьей. И грех, он извратил представление человека о, ну давайте возьмем, о действительности вселенского масштаба. да? О действительности. Грех он извратил. И теперь человек, находясь с тех пор, как Адам и Ева согрешили, да? Змея больстил. То есть он сделал так, чтобы они не послушались Бога, а послушались, ну давайте так скажем, иного. Да? Иного вероучением не назовешь, потому что это обольщение, потому что это ложь, потому что это неправда, чтобы они послушались другого. И они послушались, и они приобрели навык. А когда грех вошел, он не одну сферу человеческой жизни поразил, он поразил всего человека. И ничего не пораженным он не оставил. Все согрешили, лишены славы Божьей. Знаете, и Бог через пророка, по-моему, и Иеремия говорит, крайне испорчено сердце лукавое, крайне испорчено сердце человека. Кто его узнает? То есть человек, он настолько крайне испорчен, было хорошее творение, да? И вот грех что сделал? Он крайне испортил. За что богач попал в ад? потому что будучи крайне испорченным, он в таком состоянии дожил до вечности и попал туда в таком состоянии. Естественно, определение какое? Смерть. Смерть. Возмездие за один грех смерть. Один грех за всю жизнь. Друзья, одна ошибка за всю жизнь. Ну, давайте возьмем за сто лет. Все перечеркиваю. Друзья, кто способен жить, так прожить, чтобы не было за бесцельно прожитые годы, да? Кто сможет? Кто к всему способен? А никто. Как может грешный человек, имея греховную природу, ни разу не согрешить? И смотрите, друзья, и вот слова Авраама. У них есть Моисея и пророки, пусть слушают их. Друзья, это сегодня относится к нам. Еще пока живущие на этой земле, пока живущие на этой земле несовершенные, несовершенные, да? И сегодня Слово Божие обращается, что у нас есть Священное Писание, его надо слушать, не просто читать. Не просто читать, его надо слушать. А почему надо слушать? Потому что отслышание что? Вера. Бог в Священном Писании, Он заложил механизм спасения человека. и человеку в принципе нужно всего только одно. Всю жизнь я бы хотел именно на эту сторону обратить внимание, чтобы не попасть в ад, нужно всю жизнь каяться. Всю жизнь оставшуюся от момента, как я пришел к Богу, мне необходимо будет научиться каяться. Что такое покаяние? Перемена образа мыслей. Почему он так жил неправедно, богач? у него мысли не соответствовали тем требованиям, которые там были на небе. Ему говорят, он говорит, пошли его, чтобы милость оказал. У нас тут другие правила. У него свои, у богача, он все для себя, лишь бы мне хорошо. Он так жил на земле, и он такой попал туда, и он тоже хочет, чтобы ему было хорошо. и любую ищет зацепку, где бы ему какая-то поблажка. И вот увидел, и сразу в чью пользу? В свою пользу. Потому что неизмененная внутренность, неизмененный характер. Потом говорит, ладно, хорошо, пошли в дом отца. Не пошли туда всем людям, чтобы они знали. Пошли только моим братьям. Опять какая-то предвзятость, да? он говорит, у них есть уже все, что необходимо для спасения, у них есть, это священное писание. И он говорит, нет, не так. Вот надо, чтобы кто-то из мертвых воскрес и пришел, тогда уверуют. Друзья, когда прозрел богач? когда вошел в эту новую действительность, да? Жил в материальном мире, переход, а там совершенно другое, и понятно, что не в его пользу. Так а законы пророки о чем говорят? О чем говорит закон и пророки? Священное Писание? что человек согрешил. Да? Человек согрешил. Первая книга Бытие Моисей, да? Пятикнижие Моисея, третья глава, говорит о грехопадении человека. С этого все началось. И дальше идет развитие этого грехопадения до самого уровня, что Бог осудил, и он показал, что он все равно осудит грех. Он будет судить грехи. Содом и Гаморра это показывали, да? Завоевание Ханаана это показывало, что 400 лет он ждал, пока эти амареи не наполнят меру грехов. Представьте, сколько поколений жили, грешили, 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 а у Бога все мера, 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 и он еще долготерпит, снисходит, нож покаются, нет, набрали полную и все, для чего? Все уничтожить. Все, всех и все уничтожить. Да? Вплоть там города, имущество там некоторые были, да? Что все, полностью истребление. Друзья, этим Бог показывает, что он все равно будет судить. Судить он будет. и судить будет его слово. И поэтому, если у нас есть законы пророки, священное писание, Библия, и Бог послал слово для того, чтобы нас изменить, чтобы мы покаялись, чтобы мы перестали думать по греховному и приобрели образ мыслей праведников. И вот здесь вот это образ мыслей, давайте назовем праведника Бога, потому что это его законы, это его образ мыслей. И он хочет вложить вот этот образ мыслей, вот этот вот, вот сюда, но не без моего участия. Помните, да, Новый Завет? Так как они не прибыли в том Завете, я заключу с ними новый. Какой? Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу и грехов и беззаконий не вспомину более. Вот он Новый Завет, когда грехи не вспоминаются, почему? Потому что сам Сын Божий взял возмездие и простил нам все, слава Господу, да, но этого мало. Вот сейчас вот нас каждого простить, сказать амнистия, ладно, так и быть, но все, ну вот с этого момента, да, какое сень шло там? 11, да? С 11 февраля, ну пускай там с 12.00 полное амнистия всем людям. Друзья, в 12.01 уже начнется. Уже начнется. И как распространиться-то? Да все согрешат. в том числе и и мы с вами. В чем заключается милость Божия? Он говорит, а я вот таких грехов не вспомяну. Те будут, кто веровать в Иисуса Христа, в это слово, да, за которые умер Иисус Христос, он именно и умер для того, чтобы мы будем продолжать несовершенные действия делать, но вот он эти грехи не будет вспоминать. Он не будет их припоминать. Почему? Да потому, что мы будем каяться. Мы будем видеть себя. Мы будем, как этот мытарь, стучать кулаком в грудь, сказать, Господи, как сегодня мы уже, да, нам образец показали, как любить. И то только такой, знаете, такой, ну, поэтический такой, да. Нам образец показали, как любить, вот здесь вот показали. И мы, когда смотрим сюда, мы понимаем, что наша любовь к ближним, она там вообще на каком уровне находится? На очень и очень мелком. А мы понимаем, что вот это, это высший пилотаж. Для чего Бог нам это показывает? Для чего Он нам это слово дал? Чтобы ни одна молекула греха, она не проскочила в небо, в нас. В нас. В нем нету. В нас. И Он нам дал такой совершенный образец поведения, образ мыслей праведников, друзья, не для того, чтобы мы, как фарисеи, думаем, а, все, мы теперь знаем секрет, как надо поступать, чтобы угодить Богу, и давай своими силами туда. У них ничего не получилось. И у нас тоже ничего не получится. А Он нам дал такой совершенный образец, чтобы мы видели, что насколько мы испорчены. И насколько своими силами это безнадежно. Это безнадежно. Упование на себя или что-то там осветится там в какой-то мере без Бога, без завета, вот этого с Ним, это без Иисуса Христа. Это невозможно. И поэтому все должно пройти через покаяние. И для этого Бог дал нам совершенное слово. Для чего Он послал Иисуса Христа? Чтобы всякий верующий в Него не погиб. То есть, не в ад. То есть, значит, это не в ад. Дают Иисуса Христа, чтобы я не был в аду. Но надо быть каким? Верующим. Верующим. Верующие что со Словом Божиим делают? У них есть законы пророки, пусть их слушают. Верующие слушают, послушают, что скажет Бог. Я понимаю, у меня куча своих представлений, куча своих фантазий, куча мнений о себе и все в основном в хорошую пользу. Я всегда прав. Если кто-то не прав, то это не я. Это не я. Обычно у нас такие мнения о себе. И вот и верующий человек, он берет это Писание и что там Бог скажет мне? И вот он читает, 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 что-то ничего не говорит. Друзья, кто-нибудь слышал, когда Бог обращается? при чтении, в молитве. Переживали, да? Это что, бывает 24 часа в сутки? Ну, к сожалению, это бывает не так часто. Давайте так назовем. Не так часто, чтобы мы ясно понимали волю Божию, четко прям, да? Но это не так. Нам хотелось бы всегда так быть. Но это, к сожалению, не всегда так часто. И для того, чтобы достигнуть этого, что необходимо? Совершать такой труд, прилагать такие усилия, чтобы наше исследование Священного Писания, оно было, давайте назовем, ну, не ежедневным, а хотя бы регулярным. А уже сколько этот регуляр, там, какая, периодичность, да? Ну, не важно. Начинай с того, с чего ты сможешь хотя бы вот это постоянство иметь. Хотя мы говорим, что за лучшее это делать каждый день. Каждый день. Это и называется пребывание в Слове. У них есть закон и пророки, да? Пускай их слушают. И вот мы с вами, чтобы нам не попасть туда, куда попал богач, да? Нам необходимо слушать Слово Божие. Нам необходимо читать Слово Божие и применять кому? Только к себе. Только к себе. Мы сначала говорим, уверовали люди и говорим наставление, читай только Новый Завет. Почему? Начнет читать ветхие, прообразы там. Там начнет какие-нибудь там еще эти, жертвы приносить там. Вот там всяких овечек, козлов за грех там. Лечет, что-нибудь начитается и какие-нибудь там мысли к нему придут, да? Вот. Нет. Вот Новый Завет читай. И так же и здесь, друзья, каждый день, каждый день пребывая в Слове Божьем. Да? И нам дан совершенный образец для того, чтобы мы применяли только к себе. Только к себе. И когда мы видим себя во свете Священного Писания, иногда даже, как говорят, волосы дыбом встают, мурашки по коже там и тому подобное. Друзья, но это только отчасти Бог в Своем Свете нам показал часть нас. Потому что, если Он во всем свете Своем, во всей святости Своей покажет нам Себя, мы этого просто не выдержим. У нас не выдержит человеческая природа вот этой святости Божьей. И поэтому, что Он делает? По мере веры с нами индивидуально трудится, очищая, освящая. Он имеет ответственность. Друзья, Он все делает для того, что, если я слушаю слов Священного Писания, этот труд будет совершаться. Потому что, по мере веры, это тот путь, на который Бог нам поставил. И Он говорит, ты должен теперь ходить не своими мозгами, не своими помышлениями. Вот тебе ум Христов вперед. Ударили, не протився. Да? Прокляли. Что нужно сделать? Автоматически на благословение, чтобы. А чтобы это у тебя получилось автоматически, сначала у тебя будет вообще ничего не получаться, потом кое-что там на троечку еще наскребешь. А потом еще что-то. А пока до автоматизма, дойдет до совершенства, это сколько лет пройдет? Сколько тебя надо проклясть, чтобы ты в ответ благословил? Сколько? Один раз? Нет. А сколько зла причинить, чтобы ты возлюбил и воздавал добром за зло? Это сколько надо зла хлебануть христианину, да? Чтобы научиться, иметь навык, а воздавать только добром. А давайте следующее зло. Сейчас будем добром воздавать. Друзья, ну как бы немножечко так, конечно, легкомысленно, может быть, отчасти, да? Но когда человек имеет навык, он по-другому, он не может. У него навык есть. Он даже, знаете, у него другие варианты, он не рассматривает даже. Он не рассматривает ему так, я должен воздать добром. Где добро? Не взял сегодня у Господа. Не взял, не почитал, не прибыл, не позаботился, не помолился, не взял. Ну, тогда держи только зло. безответного добра. Друзья, а блаженный-то кто? То добром воздает. И поэтому мы терпим не блаженство, почему? А у нас нечем воздать. У нас добра, достаточный, по крайней мере, меры, его просто нету. Оно еще не сформировалось в нас. Мы еще не настолько этим, как бы сказать, прониклись, чтобы так жить, так поступать, а мы думали, вдруг там, ну что, каждый день, что ли, так жить, что ли? А Бог-то нас подводит к чему? Это должно стать жизнью. Бог каждый день так живет. Он жил каждый день так. Если бы Он так не жил каждый день, и каждый час, и каждый миг, мы бы с вами не спаслись бы. слава Господу. Друзья, и Он все наше возложил на Него, и Христос понес нашей немощи, несовершенства. Для чего? время тянет. Для чего время тянет? И долготерпение Господа нашего не почитайте медлением. А чем? Спасением. И вот Он долготерпит каждого из нас, желая, чтобы мы, Он стоит в проломе, Он держит это, да? А мы с какого-то раза там до нас доходят, что надо так поступить, потом вот это надо сделать, потом еще научиться в этом, усовершиться в этом. А время-то идет, а счет идет на что? На секунды? На года. Ну, такие вот мы тугоплавкие. Да? На года идет счет. И мы еще, как бы сказать, нас еще влечет вот это вот туда, зов, этот, да? Зов дерева познания добра и зла. И нам сложно. Друзья, если бы не Господь, это было бы невозможно. И Он понимает нас, что мы такие, и поэтому Он пришел на эту землю, Он взял на себя всю эту тяжесть. Для чего? Чтобы мы могли спастись. Но только при одном условии, если мы будем послушны Ему. Он это прошел, да? И послушанием Его, или через послушание Его, спасутся многие. Слава Господу. Друзья, но не автоматически. Не автоматически. И поэтому, да благословит Господь, чтобы мы могли вот это время, которое нам еще дано во плоти, мы не жили, как тот богач, да? Не рассуждая, не размышляя, не слушая Слово Божие, или будучи непослушными Ему. Но мы могли сделать все возможное от нас, чтобы не быть там, куда попал богач. И почему он мучился, друзья? Почему человек переживает вот эти мучения? Почему? А потому, что можно было что-то изменить, а человек этим не воспользовался. Можно было поменять взаимоотношения в семье, поменять взаимоотношения с детьми, с окружающими, да? Можно было поменять взаимоотношения с Богом, время идет, мы нормально, в здравом уме, в любой момент можно принять это решение, и что? И Бог выйдет навстречу. И когда человек поймет, что у него было время и все необходимое для этого, но он этим не воспользовался, вот это и будет вызывать муки. Ну, как говорят, угрызение совести, муки, и здесь помочь нечем. Когда ты уже там в вечности, помочь уже нечем. Это все будет напрасно. А помочь можно где? Здесь, сейчас. И пока я осознаю, что, Господи, так а я вообще какой? Да я вообще кто такой? Так это же человеком невозможно. Так это же что, для этого надо что? Это 24 часа в сутки надо на коленях стоять, Господи, просить Тебя о милости и о помощи, и исследовать Священное Писание, и бросить все, и быть настроенным, чтобы исполнить волю Божию. А в чем вопрос? Что мешает? Мешает же, да? Желание добра-то есть. А только и тебе пошло, да ладно, пожалей себя, да вот смотри, вот это надо, и вот то, и другое. И мы потерялись. Почему потерялись? Потому что здесь что-то не поменялось. надо, чтобы здесь поменялось. И когда здесь будет меняться, загружаться истина, и мы будем видеть свои недостатки, над ними работать, и тогда у нас формируются плюс практические навыки, и тогда только формируется что? Образ мыслей праведников. Он только сформировался. И тогда ты его применяешь, и там еще какие-то корректировки, и потом это начинает работать. Это начинает работать, это начинает приносить плод для славы Господа, плод делу нашего спасения, плод спасения окружающим нас людям, которые видят реально, что этот человек, он поступает не как люди мира сего, он не от мира сего, у него другая программа. Друзья, и для того, чтобы она переустановилась, это нужно время, это нужно прилагать старания, усилия, и мы об этом помолимся, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы могли то время, те ресурсы, которые мы располагаем, мы могли вкладывать в исследование священных писаний, мы водились не своими мозгами и умом, а водились умом Божиим, священным писанием, что непонятно, будем советоваться, будем рассуждать, будем молиться, будем Бога вопрошать, чтобы от Него получить так, как надо нам поступать в жизни, для того, чтобы Он содействовал своей благодатью, силой Духа Святого, и наше шествие по земле, оно было благословенным, слава Господу, потому что на неправильный образ мыслей Бог силу Духа Святого и Свою благодать Он не будет изливать, только при покаянии, только при покаянии, то при отказе сказать, Господи, прости меня, я делал то, 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 все, во имя покаяния придет благодать и смоет, да, и удалит. Друзья, но надо еще переустановить, надо нанести туда вот этот образ мыслей праведников. Молимся. мальчик, и, если,